здравствуйте уважаемые зрители вы на канале рациональная нумизматика наш канал посвящен монетам их истории ценам и перспективам сегодня подниму очень важную тему демонстрируя ряд монет которые я за последние две недели смотрел как на личных встречах на клубе так и за чашечкой кофе будет будут и простые монеты такие как две марочки львит польда которая сейчас на ваших экранах и будут более редкие монеты такие как вот эти три марки которые на сленге называются два генерала большинство их знает как монету посвященную столетию тираж у нее 50 тысяч она очень и очень редко и на сегодняшний день цена такой монеты может варьироваться от 400 евро и до 600 а в высоких грейдах ценники могут доходить и до 1000 это не есть какой-то дикостью и редкостью но показывая и демонстрируя дальше вам нумизматический материал я хочу поговорить сегодня о насмотренности что же это такое более опытные коллеги меня сразу поняли а если конкретизировать для людей новичков или аматоров или людей которые еще имеют не так много опыта в данной тематике насмотренность это ключевой фактор нумизмата некоторые мои коллеги даже иногда не могут объяснить как именно они определяют ту или иную монету столь быстро подлинная она или сомнительная они берут монету в руку и сразу вот это хорошая монета вот я так чувствую я так ощущаю можно более фундаментально и фактологически объяснить это вот кстати на ваших экранах очень красивая довольно еще простая монета это две марки 1888 она супер яркая такие монеты стоят сейчас там от 150 до 200 евро но вернусь к теме как же так просто и так быстро и молниеносно уверенно в себе нумизматы говорят вот эта монета подлинная или нет если у человека за 5-10 неважно сколько он лет собирает через руки определенного монет определенные монеты нумизматического материала прошло 200 300 400 монет и в штемпельном блеске с разными типовыми повреждениями и с коррозиями не коррозиями но много подлинной монеты шло через руки это довольно часто явление могут объяснять и она встречается и применяемо к дилерам дилеры вращают большое количество материала они покупают они для своих клиентов ищут монеты постоянно в руках у них крутится монета и они набивают своих глаз но это такой опять же фразе логизм или если хотите сленг просто огромное количество материала которое проходит через руки формирует у человека вот эту насмотренность это крайне важной после фактологических знаний но вы должны знать сколько монета весит из какой на пробу исполнена вот такая например башенка битва народов саксония она вообще ввела даже меня в замышательство я думал как такое может быть реверс определенно не пруф или пруф лайк а вот аверс очень сильно зеркальный вот такая монетка сейчас там варьируется до 100 долларов продолжу тему и вот как раз этот второй фактор насмотренности он часто является одним из двух важнейших факторов связанных с тем нумизматическим опытом который с годами набирает каждый коллекционер именно что означает быть нумизматом иметь определенные знания о монете сколько она весит какой у нее тираж какое обращение куда смотреть на гурту но фактор осмотренности он крайне важен потому что если вы годами даже не покупаете монеты встречаясь друзьями в клубе кто-то что-то приобрел рассказал вам параллельно цену рассказал саму операцию покупки продажи того или иного лота и вы взяли в руки как у меня часто случается с коллегами либо в клубе либо я с кем-то встречаюсь у меня что-то покупает вот смотрите следующая монета сейчас продолжу но она очень важная это липы это липо только не шаумбург липы а леопольд фюрст цур липы это очень интересная и редко встречаемая в штемпельном блеске монетка такие трехмарочники в подобном состоянии но они практически не встречается вы сами можете видеть тираж этой монеты 15 тысяч штук и такие монеты продаются от 700 евро до 1000 в слабах там далеко за тысячу хороших мс-ах улетают без проблем продолжу и встречаясь с коллегами в клубе нумизматическом клубе или где-то продавая покупая монеты на за чашечкой кофе вы как и я часто просматриваете разные монеты даже очень важна ситуация для формирования этой насмотренности когда вам монета какая-то неинтересно но человек с восторгом рассказывает демонстрирует вот я купил такую красавицу посмотри я никогда не игнорю эту возможность рассмотреть монету почему каким образом в современном мире чтобы сформировать вот эту насмотренность нужны большие деньги объясню либо вы за большие деньги постоянно покупаете продаете пополняете свою коллекцию а все мы знаем в каком мире сейчас живем тут тяжело быть миллионером монеты очень сильно дорожают в связи с инфляцией другой другими факторами либо же вы поступаете как я я много делаю подобным образом я встречаюсь с людьми даже смотря не свою тематику я внимательно сяду я 20 минут времени уделю я рассмотрю гурт рассмотрю все особенности даже тематика которая на сегодняшний день вам не интересно и не не нужно вот вы ее думаете я никогда не буду собирать там например австро-венгрию или я никогда не буду собирать там латвию литву и эстонию на самом деле нужно рассматривать это монет эти монеты потому что сегодня вы думаете что вы их не будете покупать пройдет 2-3 года и вы захотите этой темой интересоваться ведь ее перспективы но у вас уже в голове на подкорке будет вот эта насмотренность она крайне важная эту тему специально сегодня поднял я ее никогда за два года существования канала не поднимал и детально не рассказывал но это крайне важно ну и последняя супер яркая монеточка это граф цепелин 5 марок 1929 года в грейде м 64 супер красивая монета такая монета на сегодняшний день стоит приблизительно 400 долларов и люди которые регулярно пополняют свои коллекции они и собирают веймер они просто тащатся такой от такого состояния и плюс еще одна фишка связанная как раз насмотренностью когда у вас в руках есть где-то в карманчике как хорошая монета в мессе вы с собой и носите для демонстрации и на клубе видите монету вам тоже демонстрируют говорят что штемпель вы всегда методом сличения сравнение можете взять свою слабе и ту которую вам показывают и можете себе прикинуть какой же там грейд есть какие есть повреждения вот такой массив информации вам сегодня дал и информацию для размышлений надеюсь вам это будет полезно очень хочу почитать в комментариях что вы по этому поводу думаете насмотренность важна или не очень или опять придумал тему с потолка надеюсь вам очень полезно это будет напишите пожалуйста что вы думаете вот этих монетах ванциновые пороги на те или иные монеты которые были мне мною продемонстрированы и мне их соответственно продемонстрировали мои друзья коллеги ну а по хорошей давней традиции моего канала всем вам я пожелаю крепчайшего здоровья нумизматической удачи мира и добра до свидания уважаемые зрители